19 июня на территории городского пляжа прошло открытое первенство города по Красвиту. Данное мероприятие было организовано администрацией города Каспийска совместно с Управлением по делам культуры, молодежной политики, туризма, физкультуры и спорта, в котором приняли участие спортсмены из разных городов и республик. Мурат Алиев, ведущий мероприятие, рассказал, какие города приняли участие и какие призы ожидают участников соревнования. В прошлом году у нас не получилось за пандемию его сделать. В этом году благодаря Шамилю Чупанову, поддержку наших спонсоров, благодаря администрации города Каспийска мы все-таки провели, проводим этот турнир, буквально считанные минуты остались. У нас сегодня Каспийск, Махачкала, Хасавюрт, Ставрополь, Волгоград, Краснодар, Уфа, еще несколько городов. Более 20-25 атлетов будут показывать свои способности. Призовой фонд на первое место идет 30 тысяч рублей плюс велосипед. Кубки, медали под индивидуальный заказ сделаны. Второе место 20 тысяч велосипед, третье место идет у нас 10 тысяч велосипед. Конкурс проходил в индивидуальном и командном зачете. Каждый участник проверил свои силы на выносливость, гимнастические навыки, координацию и скорость. В программу вошли такие упражнения, как ходьба на руках, полоса препятствий, челночный бег, подносы ног к перекладине и многое другое. Участник мероприятия Осман Кадзибеков рассказал о том, как он пришел к этому виду спорта. Вы знаете, что кроссфит является эволюцией фитнеса. Это вершина фитнеса, поэтому любой разумный человек, он рано или поздно придет к этому. Вот так вот получилось вследствие каких-то размышлений, анализов. Я пришел к тому, что этот спорт для меня очень энергичный здесь и скорость. Здесь очень много вещей, которые характеризуют спортсмена как разностороннего, скажем так, индивида, потому что здесь нужно быть и быстрым, здесь нужно быть сильным, здесь нужно быть выносливым. И все эти качества в совокупности, они дают вот такой некий бриллиант. Члены жюри оценивали скорость и правильность выполнения упражнений. За каждое нарушение ко времени добавлялись штрафные минуты. Прошедшие соревнования стали ярким примером того, как воля к победе в сочетании с хорошими показателями силы и выносливости приносит положительные результаты. Мероприятие получилось зрелищным и эмоциональным. Победители-призеры открытого первенства получили велосипеды от спонсора и денежные призы. В завершении мероприятия жители и гости города поделились своими эмоциями. Очень прекрасные мероприятия. Часто в Дагестане такие мероприятия были. Вот гости приезжают со всех сторон. Все к лучшему. Воспитывает молодежь. Это и нравственно, и физически. Это пример для нас, для молодых.